Я бы тоже хотела присоединиться к словам своей коллеги Евгении Григорьевны и попросить ЦИК, прокуратуру, президента проконтролировать ситуацию, которая на сегодняшний день творится на местах, которая творится также в городе Бишкек, в части соблюдения партиями, кандидатами, квотирований именно по женщинам. Сейчас сложилась такая ситуация, что, к сожалению, женщины вынуждены бороться за свои места, которые обеспечены им конституционными законами. И на сегодняшний день сложилась такая тенденция, что во время выборов женщинами пользуются, после выборов выкидывают. Поэтому, уважаемые представители ЦИКа, президент, прокуратура, у меня большая просьба, чтобы вы проследили этот момент и взялись за него очень серьезно, так же, как это было сделано в селе Сару. Потому что на сегодняшний день под огромные угрозы просто женщины обращаются, угрожают со стороны политбоссов. Мне очень страшно за то, что происходит. К сожалению, в свое время такое же происходило и в парламенте в начале созыва, когда просто выжимали всех женщин, и на сегодняшний день всего лишь 19% представлены даже в самом парламенте. Для этого я хочу также попросить женщин бороться за свои права, не забывать о том, что у них есть точно такие же права, как у других кандидатов. Эти квоты закреплены конституционным законом. Я хотела бы обратиться к мужчинам, чтобы они все-таки соблюдали законы и дали шанс женщинам вносить вклад в развитие страны. Кроме политики и мужских интересов существует уйма социальных вопросов, уйма вопросов, связанных с женщинами, детьми и семьей. Поэтому будьте добры, отставьте, пожалуйста, свои амбиции и дайте возможность женщинам работать во благо страны.